У нас сейчас достаточно важный период подготовки идет, мы начали усиленно готовить как раз прошлую субботу и достаточно было таким важным мерилом, кому как мы проведем турнир, лед достаточно тяжелым, но при этом все ребята хорошо справлялись, поэтому сегодня сыграли достаточно надежно и показали хорошую игру. Алексей Гринов, Сапкор. Томми, что с ребятами, которые игру не смогли доиграть, Амиров и Коллидов, каково состояние, какие прогнозы? Сейчас сложно сказать, ребята поедут на обследование в больницу и уже после этого доктора будут иметь уже информацию и потом после этого мы узнаем. Владимир Бакуллин, официальный сайт КХЛ. Томми, много травм на этой предсезонке, да, много игроков, в том числе ключевых, Маннинин, Тихонов травмированы. С чем вы это связываете? Изменения в тренировочном процессе по-другому загрузили или что-то другое? Такого конкретного конкретного ответа нет. Что касается Маннина и Тихонова, то они получили повреждения как раз во время двухсторонних игр. Сегодня, возможно, сыграло роковое число, пятница тринадцатая, где-то это повлияло, потому что все ребята на полную играют. Все-таки это очень важные матчи предсезонные, где-то такая, знаете, немножко небольшая неудача повлияла, что Амиров и Коллидов травм получили. Ну, много молодых ребят на этом турнире играли заметную роль в команде. Насколько вы готовы их видеть в команде в регулярном чемпионате? Правда, эти молодые парни продолжат так же действовать, так же уверенность, а показ на льду, я думаю, будет внутри команды суперконкуренция. И каждому достаточно будет сложно пробиться состав. Я говорю вообще про всех игроков команды. Томми, насколько довольны по итогам турнира, игрой именно новичков, тот же самый Зубарев, тот же самый Санников. Другие ребята. Парни сыграли хорошо, именно так, как мы от них требовали и ожидали, поэтому они Уфи. Денис Тайфу, Горобзор.ру. Оцените игру Гранланд на мошнем турнире. Кажется, что он без Хартикайна вообще паник. В частности, второй гол получился вообще из-за его ошибки. Грубейший шайбу потерял. Началось длительное атака к Северсталю. Если вспомнить прошлый сезон, то Гранланд играл крайне нападаясь. Сейчас для него готова на роль Центра, конкретно снимать об этих матчах говорим. То есть достаточно непросто сразу перестроиться на другую роль, и поэтому, если мы говорим о игре Центра, то достаточно себя хорошо впроизводим. Вы допускаете тот вариант, что легионеров придется вновь возобновить, так как без Хартикайна и Гранланд и Майнин могут просто не потянуть высокий уровень игры? Повторюсь, как ты это прежде говорил, нам необходимо найти новое сочетание, как раз сейчас хорошее для этого время, потому что мы прекрасно понимаем, что Хартик, Гранланд и Майнин, как они могут действовать. Но нам нужно еще одно дополнительное звено, и мы должны искать другие опции. Но если говорить о том, что в течение сезона к этой тройке вернутся, которая была в прошлом сезоне, то, конечно, такой вариант не исключен. Впереди турнир в Казани, довольно-таки серьезный состав участников, кроме подготовительных, какие-то задачи стоят, там турнирные, может быть, с Ах Барсеном реванш какой-то? Сейчас самое главное, в первую очередь, нужно улучшать нашу собственную игру, и главное понять, именно в каком составе поедем мы на турнир в Казань, потому что есть вызовы в сборную у Ларсена, Плэта, и в том числе и у Мухаммадульна вызывает. Поэтому есть ли совет, в том числе и сборная у Ларсена, и плюсы, хотя выше указаны травмы, поэтому нужно сейчас понять, в какой состав будет готов ехать в Казань.